Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. За прошедшие выходные и пятницу в области зарегистрировано 9 пожаров, на которых один человек погиб, еще один травмирован, уничтожена одна единица техники. В субботу днем в Гомеле в многоэтажке по улице Советской загорелась квартира. Когда спасатели поднялись к данной квартире, возле нее находился хозяин 80-го года рождения. После осмотра работниками скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован с диагнозом отравления продуктами горения. В результате пожара уничтожен диван в кухне. Причина пожара устанавливается, а рассматриваем версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры. Неосторожное курение, как мы видим, одна из наиболее частых причин возникновения пожаров и гибели людей на них. Еще один похожий случай также произошел в областном центре. Днем в пятницу в доме по проспекту Октября без признаков жизни в кухне обнаружен нигде не работающий мужчина 1984 года рождения. На одежде остались следы горения, также прогорело несколько досок пола, рядом с которыми обнаружено тело. По предварительной версии смерть наступила из-за отравления продуктами горения, а пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки Следственного комитета. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы погибшего. Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки житель Петриковского района лишился своего автомобиля вместе с гаражом. Сообщение о том, что горит машина, поступило около полуночи с пятницы на субботу из деревни Турок. Прибыл на место спасатели ликвидировали пожар, однако огонь успел полностью уничтожить Ford Focus 1999 года выпуска и деревянный гараж, в котором он находился. Счастье обошлось без пострадавших. В продолжение автомобильной тематики перейдем к дорожной обстановке. За выходные в области зарегистрировано всего одно серьезное ДТП. В субботу утром житель деревни Волчья гора вблизи деревни Ямполь, управляя автомобилем МАЗ, столкнулся с тягачом МЗКТ. На закруглении дороги водитель не учел погодные условия, из-за этого выбрал небезопасную скорость и вследствие торможения, не справившись с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с тягачом. В результате ДТП водитель тягача был госпитализирован. Оба водителя имеют водительские удостоверения, соответствующие категории, предварительно были трезвы. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Руслан Габрилев. Благодарю за внимание.